Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Здесь участвовали у нас председатели ТОСов, члены Совета общественности, не только наши микрорайоны и всего города. Вишневый сад как место памяти. В Анапе заложили новую зеленую аллею в третьем микрорайоне. Площадка, которая позволяет в режиме реального времени попробовать несколько профессий одновременно. Навигация по профориентации. Потрогать профессию руками и получить билет в будущее анапские школьники могут на Большом профи-форуме. Свежий ветер принес новые таланты. Представители различных молодежных субкультур выступили на одной площадке. В Анапе появилась Вишневая аллея. Она заложена в памяти о погибших в Кемеровской трагедии. 64 дерева ровно по количеству погибших в пожаре. Расположилась новая зеленая зона недалеко от храма иконы Божьей Матери Державная в третьем микрорайоне. С предложением высадить 64 дерева в память о погибших в страшном пожаре в Кемерово выступил руководитель территориального общественного самоуправления микрорайона Южный Андрей Хитров. Представители других ТОС и жители курорта инициативу поддержали. В результате в Анапе еще одной зеленой зоной стало больше. Здесь участвовали у нас председатели ТОСов, члены Совета общественности, не только наши микрорайоны и всего города, волонтеры Серебряного века. Пока мы это все делаем за свои средства, закупали, но благоустроить сквер нам обещают помочь строительная компания «Кристалл» и «Славянский дом». После высадки деревьев настоятель храма святого князя Владимира ослужил траурную панихиду по погибшим в трагедии и осветил Вишневый сад. Всем от огненной стихии в Кузбассе погибших и сотворим вечную память. Это важно для людей, живущих на земле, чтобы это нам напоминало, что, вот как я сегодня уже говорил, что с одной стороны этот будет прекрасный сад, он цветет, и жизнь наша – это прекрасный дар Божий, но он может в любую минуту оборваться. Активисты надеются, что молодые саженцы хорошо приживутся. Специально выбрали самый неприхотливый сорт. Уже через год деревья должны заметно подрасти и, возможно, даже начать плодоносить. Также общественники планируют здесь благоустроить зону отдыха, уложить плитку, установить урны и лавочки. Сегодня в селе Гайкадзор состоялся траурный митинг, посвященный памяти жертв геноцида армян в Османской Турции. Анапчане прибыли на территорию апостольской церкви Сурб-Геворг, чтобы почтить память соотечественников и вспомнить страшные события столетней давности. Эта грустная песня посвящена всем тем, кто погиб во время турецкого геноцида армян в 1915 году. Он был организован на территории Османской империи и стал одним из самых ужасных событий своей эпохи. Представители этнического меньшинства подверглись депортациям, в ходе которых погибли более полутора миллиона человек. Эта кампания по истреблению армян сегодня признается геноцидом большинством стран всего мирового сообщества. В Анапе в армянскую общину входят почти 20 тысяч человек, и для них 24 апреля – особенная дата. Сегодня день геноцида. Мы собираемся каждый год. Этот скорбь в наших сердцах, в душе, чтобы не повторилось никогда такое в мире, мы должны обязаны своему поколению, детям, своим близким направлять и говорить, постоянно бить колокола об этом. Тогда мир может будет понимать, чем это зло заканчивается и как оно происходит. Слова скорби и соболезнования также высказали представители городской администрации. Позиция России была и остается объективной и последовательной. Массовому уничтожению по национальному признаку не может быть оправданий. И международное сообщество должно сделать все, чтобы подобные злодеяния никогда и нигде не повторились. Трагедия, конечно, она останется в памяти на века. И надо все делать, чтобы этого не допустить. Мы с вами пережили еще один геноцид. Геноцид Великой Отечественной войны. Мы с вами знаем, что из 27 миллионов погибших в войне, две трети – это мирные жители, старики, дети и женщины. Поэтому все надо делать для того, чтобы геноцида на нашей земле не было никогда. События столетней давности коснулись всего армянского народа. Практически в каждой семье есть поколение, которого эта трагедия не обошла стороной. И сегодня в память о жертвах армянский народ во всем мире зажигает сотни тысяч свечей. У каждого из нас есть предки, которые были жертвами этого геноцида. И, конечно, это наша обязанность приходить в этот день и почтить память нашим жертвам, которые происходили в те далекие времена, которые никогда не забудутся. И мы всегда будем помнить о них. В завершение митинга настоятели храма Сурб Геворг, отец Тер Еремия, отслужил молебен, в котором помянул всех погибших и призвал к миру во всем мире. Руслан Душевский. Анапа. Регион. Еще одну памятную дату в Анапе отметят 26 апреля. Ровно в полдень в сквере боевой славы ликвидаторы аварий на Чернобыльской атомной станции соберутся на митинг. Организаторы считают, что история самой крупной на данный момент ядерной катастрофы не только трагична, но и во многом поучительна, особенно сегодня. Валерия Золотарева призвали как офицера запаса. Среди ликвидаторов раз в 2-3 месяца проводилась ротация. Полученную дозу знает только из официальных источников. У каждого был фиксирующий прибор, однако показания с него считывали специальные люди. Спустя 2,5 месяца он вернулся в Анапу. В этот четверг чернобыльцы соберутся, чтобы вспомнить тех, кого уже нет, а главное – напомнить об их самоотверженности. Цель – не забывать напомнить о том, что трагедия, которая на тот момент произошла, она тогда объединила всех латышей, грузинов, украинцев, киргизов всех. Мы там были все как единый кулак. Вот мы хотим это и сейчас показать, что пока мы все вместе не бросаем на произвол судьбы друг друга, мы что-то стоим. В Анапе стартовал профи-форум 2018. В течение трех дней учреждения профессионального образования, а также предприятия города будут знакомить школьников с многообразием востребованных профессий. Вероприятие проходит уже второй раз. В этом году профи-форум расширил географию, приняв участников из Новороссийска и Крыма. Торжественное открытие состоялось на Театральной площади. На главной площади курорта свой потенциал презентуют не только анапские вузы и СУЗы, но также учебные заведения из других муниципалитетов края и даже Крымского полуострова. Свои выставки представили и городские предприятия. Здесь можно узнать о самых востребованных специальностях, тонкостях и нюансах каждого направления и буквально прикоснуться к будущей профессии. Интересно было, весело, захватывающе. Ощутить себя хотя бы частью пожарной деятельности, хотя бы так. Мы разрешаем сесть в пожарную машину, покрутить руль автомобиля, примерить форму пожарного. Вы видите, как это им интересно, потому что весить-то она немало, особенно еще если с аппаратом сжатого воздуха, которым они одевают и идут в очаг пожара. Поэтому каждый может на себе испытать вот такую, по крайней мере, хотя бы в таком ракурсе профессию пожарного. Самыми востребованными по-прежнему остаются рабочие специальности. Они же сегодня являются и хорошо оплачиваемыми. Особенно молодые специалисты нужны в агропромышленном и туристическом комплексах. Профифорум дает возможность молодым людям определиться с будущим направлением и, возможно, даже конкретным рабочим местом, попробовав себя в роли повара, строителя, химика или даже флориста. Посмотрите, сколько нашей молодежи собрало этот форум. Действительно, очень активная и интерактивная площадка, которая позволяет в режиме реального времени попробовать несколько профессий одновременно и выбрать для себя, для души, для будущей жизни. Это очень важно. Поэтому, уважаемые жители, гости нашего города, интересуйтесь будущими профессиями. Думайте о том, кем будут ваши дети уже сейчас, для того, чтобы действительно будущая профессия была в радость и приносила максимальную пользу для города и для общества. Представители Керченского государственного морского технологического университета предлагают кубанским абитуриентам получить специальности со стопроцентным трудоустройством. ВУЗ готовит специалистов по двум направлениям – морская отрасль и технологический факультет. Что касается морского факультета, у нас стопроцентное трудоустройство, то есть тот, кто желает в дальнейшем связать свою жизнь с морем, в этом проблем никаких нет. Что касается направлений технологического факультета, тоже все зависит от самого человека. То есть не обязательно оставаться в родном регионе, можно попробовать себя и в других регионах, и за границей. Наши выпускники пользуются популярностью. Профи-форум продлится три дня. За это время школьники посетят различные предприятия, чтобы увидеть производственный процесс вживую, а также пройдут профориентационное тестирование, в ходе которого специалисты помогут выявить предрасположенности к той или иной профессии и дадут соответствующие рекомендации. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркареев, Анапа-регион. В Анапе подвели итоги всероссийской акции «Тотальный диктант-2018». По результатам проверки три анапчанина получили оценку «отлично», не допустив ни единой ошибки. В городе-курорте принять участие в акции можно было на двух площадках в литературной кофейне «от А до Я», а также в филиале МПГУ. Всего анапчанина писали около 200 работ. Их внимательно проверили филологи. Составителем текстов в этом году стала писательница Гузель Яхина. По результатам «Тотального диктанта» в Анапе три отличника. Сергей Левин, Ольга Кубасова и Анастасия Казарцева. Церемония награждения пройдет 4 мая в литературной кофейне «от А до Я». На курорте вновь подул свежий ветер. Под таким названием в Анапе уже 13 лет проходит молодежный фестиваль творчества различных субкультур. Раньше это был конкурс краевого уровня, но со временем муниципалитеты не смогли принимать в нем участие. Однако в Анапе нашли возможности сохранить фестиваль и продолжать его уже на городском уровне. Участников по-прежнему много. Молодые таланты самых разных направлений показывают, что настоящему искусству не страшны никакие препятствия. На сцене анапская рок-группа «Хундер Ацис», которая играет «Хард анд Хэви» в лучших традициях старой школы и уже давно завоевала сердца поклонников качественного рока. Сегодня опытные музыканты подают пример новым участникам фестиваля «Свежий ветер». Слаженность, сыгранность и динамика ребята всегда поддержат друг друга, причем и в буквальном смысле. Эта фишка вообще взята у группы «Сидиси». Когда они раньше выступали, играли композицию «Рокер», они делали выход, но потом почему-то перестали. И мы решили это как бы воплотить, скажем так, дань группе, которая вдохновила. Но помимо этой фишки есть еще много разных, например, танец в начале композиции пришел или победил. Рокеры, рэперы, груверы, битбоксеры. «Свежий ветер» собрал более чем полсотни представителей самых разных направлений и субкультур. Проявить себя может каждый, но победителя определяет компетентная жюри. Многие из участников уже не первый раз принимают участие в этом фестивале, конечно же, но очень много и новеньких. Это на самом деле приятно, потому что, я повторюсь, ситуация из краем, как она сложилась, но люди все равно хотят, люди все равно собираются. То есть у них есть действительно желание этим заниматься, творить и развиваться. Богдан Король пробует себя в одном из самых сложных направлений – битбоксе. Это его первые шаги в творчестве. Однако он не попаялся вступить в батл с более опытным соперником. Получилась весьма зрелищная дуэль. Лазил по просторам Ютуба, получается, и увидел видео одно, где молодой парень ходил по улице и битбоксил, показывал это людям. Меня это заинтересовало. Я хотел тоже выучиться, показать себя. Владимир Иванов – идейный вдохновитель фестиваля. Именно он в далеком 2005 году стоял у его истоков. Сегодня фестиваль сменил форму. Он стал городским. Но содержание все тоже. Если позволите, то я тоже скажу в защиту этого фестиваля. Он на уровне края закрыт. Этот проект закрыт. И то, что его поддерживают муниципалитеты, и в частности город Куртанапа – это гигантское, колоссальное, огромное человеческое спасибо. От всех тех, кто стоит на сцене, кто сидит в зале, кто организовывает это и кто приглашает парней и девчат заниматься любимым творчеством. По итогам фестиваля определились победители. Лучшей рок-группой стал коллектив «Усики», лучшим битбоксером «Богдан Король». В номинации рэп-группа победил состав «Неопознанная», а в индивидуальных рэп-выступлениях не было равных исполнителю «Май Кути». Победители получили не только свою минуту славы, но и подарки. Руслан Душевский. Анапа. Регион. Далее короткая информация о погоде на завтра. Партнер прогноза погоды – компания «Трансстрой». Компания «Трансстрой» приглашает на работу в город Сургут. График вахтовый, зарплата достойная. Телефон 8-992-336-07-93. 8-992-336-07-94. По прогнозам синоптиков, 25 апреля в Анапе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем 14-16 градусов выше нуля. Ночью 10-12 градусов со знаком «плюс». Ветер южный до 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 12 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. «Анапа-регион.ру». А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе «Анапы». Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». «Анапа-Самбурова-254». Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова